Послание отца Абсолюта 29 января 2022 года Дыхание жизни Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к разговору о следующей природной стихии и о взаимоотношении с ней человека. И речь пойдет о стихии воздуха, которая так же, как и стихии воды, является для человека жизненно важной. И если без воды человек еще способен прожить какое-то время, то без воздуха лишь считанные минуты. Можно даже сказать, что человек не взаимодействует со стихией воздуха, а является ее частью, представляя собой некий преобразователь кислорода в углекислый газ. Оба они относятся к стихии воздуха, хотя имеют разный химический состав. Но мы не будем сейчас вдаваться в тонкости биохимических процессов, происходящих в организме человека, поскольку нашей целью является рассмотрение энергетического взаимодействия человека с этой стихией. Единственное, на что нужно обратить внимание с физической точки зрения, это на качество вдыхаемого человеком воздуха, поскольку оно оказывает влияние и на энергетические процессы, происходящие в дыхательной системе человеческого организма. Так человек совершенно по-разному реагирует на то, чем он дышит – грязным, загазованным воздухом мегаполиса или чистым, девственным воздухом, находясь на природе вдалеке от больших городов. И если внешние проявления последствий дыхания человека токсичным воздухом хорошо заметны, то энергетические процессы хоть и не видны, но также для него губительны. Воздух, как и вода, впитывает в себя все грехи человечества, при этом сохраняя свои высокие вибрации, поскольку здесь закон отражения работает только в отношении человека. Тот пожинает плоды своей деятельности в виде загрязненного воздуха, отравляющего его организм. Другими словами, энергетически сам воздух продолжает нести в себе высокие вибрации, свойственные всем природным стихиям, а искусственные наслоения трехмерного мира существуют как бы отдельно от него. То же самое происходит и с водой. Она, как природная стихия, энергетически чиста, а то, что делают с ней люди, загрязняя ее физически и энергетически, является их вкладом в ее составляющую, не задевая тем не менее самой сути ее энергетического природного ядра. Эти нюансы очень важны для вашего понимания взаимодействия с природными стихиями. Пожалуй, суть этого явления можно сравнить с оконными стеклами ваших домов, на которые со временем неизбежно налипает пыль и грязь, но которую при желании можно отмыть до первоначального блеска. Так и природные стихии, несмотря на налипшую на них грязь человеческого вмешательства в их жизни, каким бы плотным ни был слой этой грязи, остаются под ним энергетически чистыми, сохраняя в неприкосновенности свои высокие вибрации. Интуитивно это понимая, люди придумали фильтрацию воздуха и воды, пытаясь защитить тебя от содержащихся в них вредных элементов, привнесенных извне. И в какой-то степени это работает, помогая человеку на физическом плане. Но что касается энергетической стороны этого вопроса, то здесь уже требуется вмешательство совсем другого плана, о чем я и расскажу вам в своем следующем послании. «Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами». Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.